10 день немецкие позиции иду вот на ту гору которая впереди решил срезать немного пройти через болото надеюсь не утону вроде такое крепкое основание заодно иду и фоню болото попадаются осколки и снаряды всякая бодяга ничего интересного пока не нашел благополучно пересек болото поднимаясь на склон горы прямо на склоне наткнулся на место где раскиданы всякие железяки отрезанные кончики от лопат видимо от саперных от обычных советский шрапнельный снаряд 76 миллиметров вот такая вот поварешка черпак самодельный попалась смотрите была пределана ручка сожалению она отвалилась пока я вытаскивал из корней эту штуковину самое интересное еще сделали черпак мне кажется это кумпол каски толщина металла и форма похоже очень на каску рядом с немецким блиндажом небольшим нашел сброс минометок советских сколько их раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 14 15 15 15 42 год другой вариант взрывателя черный тоже 42 год вот такая вот мина со взрывателем и 50 и Субтитры создавал DimaTorzok Целый ящик средств от вшей. Русская вша, друзья. Смотрите. Теперь я могу не мыться месяцами. Средства от вшей есть. Средства от вшей от профессора Моррель. Субтитры создавал DimaTorzok Внутри находится вонючий порошок. Очень вонючий, что хочется даже блевать. Если вы с похмелья, то 100% блеванете. Хорошо, что я не с похмелья. Несколько часов, не переставая, друзья, идет сильный дождь. В общем, докопал помойку. Ничего особенного в ней не было. Походил по округе. Нашел жрало для котелка из нержавейки. Крышка от шведского котелка из нержавейки. Вообще, абсолютно целая. Ну а что и будет она из нержавейки. Жалко, что ручка не из нержавейки. Внутри сохран. Из фиолетового стекла. Прикольная баночка. Жалко, надписей никаких нет. Крышка для взрывателей, для шпринг-мины, похоже. Абсолютно целая. Единственное, чуть-чуть колонул лопатой край. Эти пакетики двух видов. Здесь вша такая тонкая, тощая, длинная. Так, а вот пакетик. Толстая и жирная вша. И надписи немножко отличаются. Кружка еще попала, симулированная. Похоже, иностранного производства. Климо стоит 96. Да, дальше непонятно. Что-то я не помню, чтобы у нас такие вот белые кружки были. Возможно, немецкая даже. Либо финская. Дождь идет уже не переставая несколько часов. Я уже весь промок. И что-то как-то уже надоело ходить под дождем. Начинает замерзать. Думаю, что я сейчас пойду к лагерю. Буду сушиться, греться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Привет, это Герасим. Одиннадцатый день. Иду на немецкие позиции. Прошел где-то 4 километра. Осталось пройти километра 3. Посмотрите, какая красота вокруг, друзья. Смотрите, какая красивая река. Какая красивая природа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поднимаюсь, друзья, постепенно в гору. Она такими уступами. В некоторых местах очень крутые подъемы. Так, что мы тут видим? Внизу немецкий окоп проходит. Из камней. Так. Отсюда уже видна гора, которая расположена на противоположной берегу реки. Это советские позиции. Такие вот две горы против друг друга. Противогранатная сетка везде валяется. В отличном состоянии. Смотрите, сколько здесь ее много. Вот она сюда идет. Через мох. Через окоп. Через окоп. Так, вот. Продолжает идти. Несколько метров этой сетки. Так. Оттуда идет. Сюда продолжает идти. И куда-то туда уходит. Посмотрите, какое состояние сетки. Она как новая. Налево уходит окоп и вход в ангар. Пойдемте посмотрим на ангар. Ого! Я уже вижу. Он, короче, с мебелью тоже. Ничего себе. Это очень редко найти такой ангар, чтобы мебель в нем осталась. Обычно они все сгоревшие. Либо разграбленные, либо разваленные. А тут целый ангар и с мебелью. Сейчас зайдем посмотрим. Справа скамейка абсолютно целая стоит. При входе валяется тоже целая скамейка. Я пытался поднять ее, и от нее отвалилась верхняя крышка, к сожалению. Стол стоит практически целый, но скоро он развалится. Мы, наверное, последние, кто смотрим на него. Наверное, через год или два он просто развалится. А может и будет стоять. Какая-то прорезь посередине. Ножки, конечно, уже подлинили. Я вижу, так же тут кто-то поработал, взбодрил все полы. Искали какие-то вещи под полами. На столе у нас скамейка длинная. Смотрите. Практически полностью сохранилась. Больше, чем 75 лет скамейки. Стол сверху уже начинает разваливаться. Справа остатки двухэтажных нар. Слева то же самое, нары двухэтажные когда-то были. Так, остатки нар. Вешалка когда-то была. Здесь мы тоже видим разрушенные нары. Все, что от них осталось. Это доски. Здесь у нас завалы камней и досок. Вот эта скамейка абсолютно целая. Смотрите. Сейчас ее на улице вынесу. Абсолютно целая скамейка. Смотрите, можно пользоваться прямо сейчас ей. С другой стороны вид. Офигеть. Крутая. Скамейка. Вот такой вот сохран, друзья, на севере. Больше, чем 75 лет назад была сделана эта скамейка. Лежит, считай, под открытым небом. И полностью сохранилась. Оставлю эту скамейку повыше на столе. Может, она дольше сохранится из-за этого. Вот такой вот замечательный ангар, друзья. И до сих пор с мебелью. И уже второй, который я увидел. Увидел за эти дни. Это прикольно. Сбоку что у нас? Так, сбоку ангара у нас гофры стоят. Пойдемте посмотрим. Сбоку ангара сделаны два таких укрытия. Вот второе. И там какие-то полки были сделаны. Похоже, это были укрытия для боеприпасов. Либо для продуктов. И что мы тут видим рядом с этим ангаром? Какой-то указатель. И видны остатки букв. Явно видны. М. Это точно М. Это похоже на И. Смотрите. М. Ми. Так, это вот точно Н. Ми. Н. Друзья, сто процентов на этом указателе было написано мины когда-то. Наверное, после войны ходили саперы и ставили вот такие вот таблички. Возможно, благодаря вот этой табличке мебель-то и сохранилась в этом ангаре. Потому что слово мины людей отпугивало. А вот, кстати, стоят мины, о которых предупреждала табличка, друзья. Стоят просто так под открытым небом. Кто-то выкопал их очень давно и оставил стоять. Слева мина 42-го года. Справа мина образца 35-го года. Кто-то пытался разбирать эту мину. Так, ладно. Что сделать-то? Надо пофонить здесь, походить. Такое дело. Противогранатная сетка. Вот, кстати, какой-то ДОТ. ДОТ. Огневая точка из камней. Так, посередине не обвал. Обрушилась уже. Противогранатная сетка натянута от гранат. Так, внизу оцинкованная противогранатная сетка с мелкой ячейкой. Очередной здоровый ангар, друзья, только он взорван. Сохранились только две секции передние. Остальные либо загнуты и сложены вовнутрь. А некоторые части этого ангара просто улетели от взрыва. Так, вот одна. Так, вот внизу еще одна часть валяется. Вот одна. Вот здесь вот вторая. Сейчас подойдем, посмотрим. Кстати, кое-что вижу. Опять эти наши любимые шпринги. Вот один фрагмент разорванный и улетевший. Так, вот там вдалеке один валяется. И вот там впереди еще один кусок. В общем, весь склон горы усыпан рванами, гофрами. Получается, пол ангара просто улетело куда-то. В неизвестном направлении. Точнее, вот он. Раскидан по склону горы просто. Здесь мы увидим следы добывания мыла местным населением. Крышки валяются. Полностью разобранные шпринги. Одна из крыжек от шпринги. Смотрите, клеймо есть интересное. Ворона присутствует. 42-й год и номер 124. Очередной ангар. Укрытие, казарма. Гофры уже немного просели. Под весом камней. Скоро, похоже, он рухнет. Неизвестная мне лопата. Может, кто в курсе, кто подскажет, подсказывайте, что за лопата. Первый раз такую вижу. Вот такое ведро еще лежит, мятое, с дырками. И, похоже, его кто-то специально дырявил, чтобы никому не досталось. Интересное ведро, кстати, явно довоенное. Сейчас такие уже не делают. Удобная ручка овальной формы. Высокое дно. Удобно вычерпывать таким ведром что-то из гычи болотной. Оставим его также здесь для будущих поколений. Снаряд 76 миллиметров, шрапнельный. Переделка из зенитного. Смотрите. Когда-то на нем было два медных пояска, один удалили. Тем самым переделали его для обычной пушки 76 миллиметров. Эти зенитные снаряды 76 миллиметров предназначались для стрельбы по воздушным целям. У обычного шрапнельного снаряда 76 миллиметров задница заканчивается вот здесь, дед. Соответственно, зенитный снаряд больше, значит заряд пороха в нем тоже больше. То есть этот зенитный снаряд более мощнее, чем обычный шрапнельный. Внутри снаряда мы видим емкость. Я не знаю, как ее по-другому просто назвать. Назовем ее емкость. В общем, вот эта емкость раза в два, наверное, по объему больше, чем у обычного 76 миллиметров шрапнельного снаряда. Соответственно, он должен быть мощнее. Забрался практически на вершину горы. Хожу здесь. Толком ничего не попадается. Одни консервные банки для разорвавшейся снаряда. Где виднеется вода, оттуда я пришел. Там мой лагерь. Кажется, это близко. На самом деле километров 8, наверное, по прямой. Вот такие окопы здесь насыпные из камней. Потому что в скале их не вырыть, здесь окопы насыпные. А как их насыпали? Точнее, насыпали-то понятно, камни насыпали. А как они форму держали? Смотрите, как были сделаны эти окопы. Из тонких бревен делали опалубку, срубы. И в них засыпали камни просто. Так, вот остатки сруба. Он пустой, не был заполнен камнями. Здесь мы видим соединение двух срубов. Просто концы их делались длиннее. И все. И это соединение потом так же заполнялось камнями. Так, вот. С этого сруба уже пошли камни. И они так и идут вниз туда. Со временем опалубка этого каменного окопа сгнила. И он просто развалился. И сейчас это просто такая груда камней полосой вложенная. Вот здесь вот видно, как камни свалились на правую сторону. Завалили там остатки этого сруба, опалубки. А слева остатки остались. Такая вот технология производства окопов на вершине горы. Спускаюсь с горы, друзья. Иду в сторону выхода. В сторону лагеря. Обрел на позицион только что. Где всякое железо валяется. Верховое. Труба. Ножки. Все целое. Абсолютно целая печка. Так, поставим. Даже дрова с тех времен еще лежат в ней. Больше, чем 75 лет она здесь валяется. И все абсолютно работает. Что мы имеем? Печку. Печка. Так. А вот верх от нее, похоже, валяется. Да, это верх. Верхняя плита с этой печки. Подошла как родная. Офигеть. Так. И что у нас тут стоит? Рядом у дерева стоит труба. Под елкой, если видно, деревянная бочка лежит. Это доски с деревянной бочки. Вот она там, под елкой лежит. Так. Остатки с труба. Там какие-то железяки. Так. Ну тут железо какое-то. Тоже, похоже, железо. Консервные банки. Еще одна труба. Так. А что мы видим там? Там мы видим какой-то склад лисих нор. Разваленный. Лисие норы. В превосходном состоянии просто. Одна лисия нора уже покосилась и упала. Ну-ка. Попробую вытащить ее. Очень тяжело, но она шевелится. Пару минут потратить. И запросто можно вытащить. Как эту, так и две вот эти лисии норы. Еще одна лисия нора. Так. Этой лисии норе, к сожалению, не повезло. На нее когда-то упало дерево. И оно деформировало эту лисию нору. Шевелится, можно достать. Вот сейчас мне некогда. Так. Что там у нас еще есть интересного-то? На этом позиционе. Так. Еще один блиндаж. Так. Но пусто. Пусто. Пустой блиндаж. Так. Опять трубы для печек. Опять блиндаж. Ненаметный ящик. Вы сами видите, какой сохран. Я думаю, даже не стоит его поднимать. Так. Там остатки какого-то сруба. Здесь у нас проход. Посмотрите. Это ступеньки. Рядом с блиндажом выложена из камней вот такая вот стенка. А вот это у нас ступеньки. Один, два, три. И туда четвертая. Верхний ярус. Даже ступеньки сделали люди. Опа. Оп. Оп. Идем по ступенькам. Так. Что у нас тут валяется? Трубы. Железяки. Так. Понятно. Что еще? Оу. Опять, друзья, попал в царство каких-то печек. Просто охренеть. Смотрите, там печки стоят опять. Вы скажете, опять пришел на то же самое место и снимает. Нет, это совершенно другое место. Совершенно. Офигеть. Смотрите. Смотрите, стоят печки под открытым небом. О-хо-хо-хо. Смотрите, вот это какая манерная. Вся на заклепках. Кто-то, конечно, побывал до меня. Поставил на печку трубу. Ладно, поставим обратно. Абсолютно целая тоже печка из толстого металла стоит. Отстатки досок. Еще одна печка, сделанная из бочки, кстати. Самодельная. Самодельная печка, сделанная из бочки. Похоже, советская. Тяжеленная, не поднять. Либо она вросла, либо она из такого толстого металла. Так, а что мы тут видим? Минометный ящик. Рядом валялись две вот такие вот половины. На вид бодрые. Да, я думаю, что вот из этих трех можно собрать один ящик. Что мы там видим в кустах? Мои любимые лиси норы. Свалка лиси хнор в идеальном состоянии. Ужас. А хочется их забрать домой, обогреть и приютить. Шучу. Да, это не сохран. Это сохранище. Очередной блиндаж. Остатки сруба. Смотрите, бревна до сих пор лежат. Некоторые, некоторые, конечно, сгнили. Так, ну что, тут еще есть на что посмотреть. Интересно это. Основа печки Husqvarna абсолютно целая. Смотрите, абсолютно целое основание для печки Husqvarna. Тут что-то произошло буквально недавно. И блиндаж окончательно начал разваливаться. Похоже, я набрел опять на какой-то тыловой городок. Очень такой большой. Здесь блинов уже больше десяти. Десяти я насчитал. Так, лиси норы сломанные. Что это у нас там? Бочка какая-то валяется. Что еще есть? Покажите. Покажите весь ассортимент товара, товарищи. Посмотрите, какой красивый ящик когда-то был. Но, к сожалению, в некоторых местах погнил. Надписи видны даже. Тоже остатки краски. К сожалению, есть утраты. Ящику, к сожалению, не повезло. Тот, кто его нашел изначально, неправильно его положил. Если бы они лежали вот так вот, эти две половины, то я думаю, что дырок бы не было. Очередная печка, к сожалению, частично развалилась уже. Да, сохран не очень. Верх от этой печки. Похоже, печки самодельные, сделанные из каких-то вот емкостей, из подручных материалов. Но у них была сварка, значит, это производство. Очень интересно. Очередной блиндаж. Смотрите, окошко сохранилось. Есть кто дома? Ау! Никого дома нет, пойдемте отсюда. Ой-ой-ой-ой, вы только посмотрите. Дверь входная. Тамбур при входе был. Да, прикольно. Петли валяются с дверей. Ой, комаров сколько. Ладно. Ой, что же не пруха-то такая? Один. То же самое. То же самое. Аналогично. К сожалению, нет, сохрана. Так, с этой стороны вход. Залазить я туда не буду, потому что боюсь, что обвалится. Еще один блиндаж, точнее остатки, но уже такой малочитаемый. Возможно, палатка была. Железо валяется. Так, бачок какой-то. Какая-то банка здоровая. Деревья падают. Когда-то это был ящик от колотух. Теперь это ржавый кусок железа. К сожалению, сохрана нет. Так, у дерева половинка ящика от восьмидесяток. Еще пара блиндажей, такие каменно-деревянные. Вот там второй вверху. Рядом с ними, как обычно, печка. Когда-то была целая печка вот с таким вот верхом, смотрите, под два котелка разогревать, чтобы пищу... Походный вариант печки, похоже, был. Потому что есть ручка, чтобы ее переносить как ведро. Опять я забрался в такие Е. Ну, очень далеко, далеко забрался. Что мне выходить отсюда несколько часов. Солнце уже начинает садиться. Наверное, надо сваливать отсюда потихоньку. Время шесть часов. Так, два часа у меня есть, чтобы выбраться отсюда. Я думаю, что за два часа я отсюда выберусь. А там уже, если что, по темноте, так пойду по тропинке.